Летние каникулы – это не только беззаботный отдых, но и период, в который детей могут поджидать различные опасности. Чтобы в непредвиденных случаях помочь себе и своим близким, нужно знать базовые правила и уметь применить навыки безопасности. Именно с этой целью в школе номер 10 ежегодно, в канун окончания учебного года, проводят мероприятие «День защиты детей». Для школьников с 1 по 11 классы подготовили обширную программу. В актовом зале состоялась встреча с приглашенным экспертом – врачом-психиатром Андреем Афониным. Беседа прошла на тему химических зависимостей. В том числе поговорили о вреде сигарет и вейпов. Осложнений моря. Начинают курить? Вроде бы ничего. Осложнения какие? Сердце, сосуды, легкие, онкология. Ум, ментальность наша, к сожалению, от курения. Проезжая часть – одно из самых опасных мест, где могут произойти несчастные случаи. В период летних каникул вероятность детских травм на дорогах города становится выше. Поэтому в школе номер 10 сотрудники ГИБДД провели для первоклашек акцию «Детям безопасную дорогу». Сначала ребята прошли викторину на знание ПДД и вспомнили, как правильно вести себя на проезжей части. Это в рамках такой беседы с ними. Они вспоминают, мы задаем вопросы, они отвечают и моделируем разные ситуации, на которые, скажем так, они отвечают правильно, неправильно. Если неправильно, мы их поправляем. А потом дети перешли к самой увлекательной части – практике. На специальной учебной модели улицы со светофорами, знаками и дорожными разметками ученики младших классов тренировались правильно переходить проезжую часть, а также безопасно передвигаться на велосипедах и самокатах. Переходили дорогу, как надо правильно переходить дорогу, на какой цвет надо переходить дорогу, как надо смотреть направо, налево. Я узнала, что не надо переходить на красный свет, и что когда доходишь до середины дороги, надо смотреть направо. Надо слезать с велосипеда, когда подходишь к дороге, надо снимать капюшон. Школьный психолог провела для учеников интересные тренинги и игры на сплочение. А на станции «Тактическая медицина» представитель воинской части рассказала о первой медицинской помощи при ожогах, травмах, обморожении и тепловом ударе. Ребята могли и сами попробовать наложить повязку, жгут, обработать раны. Кроме того, школьники участвовали в спортивных состязаниях и веревочном курсе. И завершили мероприятие уроками безопасности, на которых классные руководители еще раз напомнили о правилах поведения на природе, потому что начинается у нас летний период, напомнили о биологической опасности, о клещах, несущих энцефалит, напомнили о лесных пожарах, напомнили о поведении в быту. У нас было много интересных станций, такие как спортивные игры. Мы играли в волейбол, футбол. Также была интересная станция «Азбука здоровья». К нам приходил врач. Мы проходили тренинг. Было очень интересно, познавательно. Хотелось бы еще раз побывать на таком мероприятии. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.